Мне нужно в бомж-сити снести старую бургерю, вот эта обгоревшая вся, я думаю, у вас можно купить биту, а? Что скажете? Как старое доброе время, как будто было только вчера, так ладно, надо её спрятать. Надо, сейчас ствол достану, твари, ну-ка назад пошли! Металл, 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 есть металл, да? Да, металл, дай металл, дай металл. А, металл, пойдём покажу, у меня есть металл. Нет, а действительно, да ты кто? Дед, ты что ты запарил? Это я, Джеймс, хватит тупить, дед. Моё сердце! Дед, 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 дед! Йоу, ребятки, а это у нас новое шоу, в прошлый раз, вы посмотрите, это Кипера, и вы красавчики, а также этот ролик вышел сейчас, сегодня, вторым роликом за день, как я и обещал. И, ребята, это, конечно, байт не позволит выйти второму ролику, третьему ролику за день, но я хочу вам вот что сказать, в этом ролике будет информация про бомжей, небольшой спойлер, да? И, в общем-то, от вас будет зависеть, заплачи бомжам в 2 или 3 или 4 раза больше. Давайте же соберём 50 тысяч лайков, видите, бомжи просят всего лишь 50 тысяч лайков, чтобы демастер до них дошёл. Вы уже начали ставить лайки и демастер выйдут, смотрите, уже почти дошёл до 10 тысяч лайков, поэтому, ребят, быстрее ставьте ваш лайк. Если берём 50 тысяч лайков, то Джеймс заплатит бомжам, короче, в несколько раз больше, чем обещал. Всё зависит только от вас, пожалейте бедных бомжей, они и так живут в палатке посреди улицы, а там всё-таки холодно, зима скоро будет, винтер из камень, пожалейте бомжей, ребятки. Дедушка, дедушка Кипер, что с тобой, вставай, боже мой, ты что, не шуришь, что ли? Ну, нужна доза металла. Какая доза металла, сейчас, сейчас дозу металла тебе там, вот, на, возьми дозу металла, бери, бери, бери дозу металла. Да, металл. Кажется, доза металл тебе ничего не помогает, может, тебе удар битый по башке тебя, может, да? Нет, нет. Вот этой битой, а, смотри, здесь металл намотан, а, может быть, тебе немного размажить твою башку старую психанутую, а? Металл. Дед, а, ну-ка, давай, вставай, быстро, придурец. Ну, что, офигел, что ли, пошел? Нормально, все, нормально. Вот, дед, охреневший. Так, сейчас откроем и всю эту хрень. Так, давай, открывайся, хрень, а? Дед, давай, пошел, пошел, дед. О, жесть, конечно, так, но оружие есть, хорошо, то есть, следующая партия, в принципе, будет готова. Так, куда он уже делся, этот странный дед? Ай, ладно, насрать на него. Ладно, хорошо, с дедом попадались, ему всем херово, нужно будет за ним присматривать, может быть, даже придется поставить пару человек, чтобы за ним следили, потому что за ним теперь нужен глаз да глаз. Так сказать, пару нянек, я думаю, даже одной не хватит, но 3-4 няньки ему, которые будут в курсе всего этого дерьма, нанять, чтобы они просто за ним 24 на 7 следили, там, по двое, да? По смене 12 часов 2, 12 часов 2, другие, чтобы постоянно был глаз да глаз этим сраным дедом, а то, ну, капец, что он тут натворил, ё-моё. Нужно весь этот металл собрать. А что-то сейчас ни зима, ни примерзла, все нафиг. О, дед, 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 ну ты, конечно, псих. Так, ладно, пока положу все это сюда, вот, уже какой-то мусор лежит. Да, тут нужен глаз да глаз, до сих пор живет в этой палатке. Ладно, хоть снизу у него там крутые апартаменты. Так, что я им буду сегодня заниматься? Нужно порешать вопросы с гаражами, да и вообще посмотреть, что у нас будет твориться с бургерной. Хотя, наверное, ждать целую неделю, пока они приедут, но может пока найти людей, которые просто снесут все, чтобы когда компания там Пониэкспресс приехала, у меня было время для того, чтобы... Ну, чтобы когда они приехали, все уже было расчищено, они начали строить мой новый рейсик. Да, все правильно. О, гопники, вы что ли? Ха, я же вам вчера сказал, отвалите от меня нахрен. Чего вам от меня нужно? Ой, нету мне времени сейчас с вами возиться. Ладно, держите пять косарей и отвалите от меня собаки. О, деньги, 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 мои деньги, пацаны, иди отсюда, алфей. Иди отсюда, а, тупые, а, капец. Иди отсюда. Как же легко управлять мозгами этих тупорылых гопников. Всего лишь кинул им 5К и все. Они готовы сделать все, что бы только ты им не сказал. Ну, вообще, на самом деле, просто 5К им кинул, наверное, нормально. А какой же здесь срач, кожа мой, пойду к бомжам поговорю с ними. Эй, бомжи, кто у вас тут главный? А ты еще что-то хмыль. Эээ, да, боже мой, я приехал в город недавно. Короче, меня интересует, кто здесь из вас главный, кто у вас тут главный бомж? Есть тут такие? Ну, я главный. То есть ты вот за этот весь сброд отвечаешь, да? Вот за того, за того, за того, за того бомжа, да? Да, да, да. Короче, смотри, у меня есть для вас работа. Вы же хотите заработать денег, да? Купить себе еды нормальные, там, в магазинчике у сифона, а? Ну, конечно. Хорошо, смотри, такая тема. В общем-то, я готов заплатить вам. И если вы прямо сейчас поднимите свои жопы, вы будете собирать весь мусор по городу. Все бутылки в мусорке, весь металлолом в мусорке, все грязь, пакеты, все дерьмо. Можете прям руками собирать, можете чем угодно. За сегодня заплачу каждому бомжу, который работал по косарю. По косарю? Да? Ну, что? Так, все бомжи встали. Есть работка. Так, а, отлично, вижу, вижу. Вы можете вставать нормально, хотя бы башкой не биться. Ё-моё, странные бомжи. Все, давайте-то вперед. Я буду следить, как вы будете работать. Чтоб к завтрашнему дню не было ни одной бутылки. Хорошо. Вот, вроде пошли собирать, работать. Просто не могу смотреть на свой город в таком дерьмовом состоянии. Ох, хоть сейчас город будет хоть чуть-чуть чище. Осталось еще мой бургер напеределать, все будет в порядке. О, смотри, убирают, убирают, собирают бутылки. Приятно это смотреть, приятненько, да, приятно. Просто странно, что они начали не с своего вот этого места засранного, а с леса какого-то. Ну, даже если в лесу приберутся, будет неплохо. Чем меньше мусора, тем будет лучше. Просто смотреть на то прям вообще больно. Так, нужно еще понять, что все-таки стало с приютом. Вроде бы он... Мне бы найти где-то бороду. Я так его и не видел с тех пор, да? Интересно, что же с ним стало. Ну, да ладно. Так, ладно, магазин к сифону пока не буду заходить. Сейчас пойду к пингвину. Все-таки нужно разрешить вопрос с гаражами. А, мне сказал мистер Донгс здесь разобраться с этими бизнесами и построить больше подпольных всяких предприятий. Я думаю, в принципе, в принципе, здесь вместо гаражей, ну, машины мало у кого есть. У кого есть, они, в принципе, паркуют их во дворе. Гаражами я уже понял, мало кто пользуется, поэтому стоит, наверное, их снести и построить здесь какой-нибудь перерабатывающий точно. Я могу прикрываться таким деятелем, не знаю, благим, который пришел сюда, чтобы очистить город. Будем собирать мусор, будем перерабатывать его. Поставим мусорки такие перерабатывающие трех видов, типа, для пластмассы, для таких вот, отходов таких. И сделаем, типа, зачистый город, все дела, лозунги. Мне кажется, будет неплохая идея. Но для этого нужно разобраться с гопниками. Ой, блин, много что нужно сделать, пока что отправлюсь к пингвину и узнаю, что там по поводу гаражей. Так, 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 добрый день, добрый день, я к мистеру пингвину. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Мистер пингвин у себя? Да, он у себя, но сегодня он не принимает никого. Так, знаете, может быть, решим этот вопрос как-нибудь вот так вот. Знаете, моя смена заканчивается через 25 минут, если вы понимаете, о чем я. 25 минут? Не-не, давайте, вот я вам кинул 5 часов, это, в принципе, все в порядке должно быть. 25 минут слишком много. Чтобы с мэром выйдется, 25 минут, вы сделаете, 5 часов в порядке, все, я 5 часов дал, нормально. 10. Ладно, держите, держите, 10 часов, я понял. Проходите. Спасибо. О, мистер Пингвин, здравствуйте. О, здоровый, мой кожаный мешочек, ты мне бабосики принес? Да, 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 вы с юристом там все обсудили, я так понимаю, все в порядке, так что держите вашу оставшуюся часть. Вот раз, и два, оставшуюся часть. Не, погодите. Вы забрали семен, я хочу свою доню. Так, вот, держите, вот так вот, и вот так вот вроде, насколько мне память не изменяет. Там что-то не сойдется, потом скажете мне. А, может, зайдем в кабинет, поговорим, есть одно дельце, которое я хотел бы с вами обсудить, так сказать, да? Пойдемте, пойдемте отправитесь, вы что в столе поперлись? А, нет, нет, здесь тоже кабинет, заходите, вы, наверное, просто не в курсе, мало знаете, что это так. А я тут только хаваю и лежу, ну а ну ладно. Столовая-то у вас там, ну хорошо, давайте вот сюда вот пройдем, пройдем, пройдем. Видите, тут мой массажный столик такой. Да, давайте, я здесь присяду, вот здесь, а вы тут садитесь, поговорим. Давайте, давайте. О, чувствую себя дома, хорошо, смотрите, в общем-то, что я хотел сказать. В общем, я слышал, у вас там гаражи, все дела, вот эта вся байда ваша, да? Вообще-то это мой дом, ну ладно, окей, хорошо, допустим. Ну так, с чем вы ко мне пожаловали, а? И что вы такой серьезный-то, а? У вас есть гаражи, я точно знаю, слышал, да, и, в общем-то, я собираюсь здесь построить свой завод по переработке. Вот, я думал, как раз-таки, ну мне много территории не нужно, я думал, как раз-таки договориться, выкупываясь в гараже. Я, конечно, еще на место бургера ничего не начал строить, но это все в планах. Деньги, как говорится, есть, у меня очень много денег. Я знаю, пингвин, вы деньги любите, человек, который любит деньги, да, я по вашим глазам вижу. Хм, денежки я люблю, вы правы, но только у меня что-то подозрения какие-то есть. Вы вот поскупаете землю, покупаете, но нифига не строите. Это как-то наводит на мысль, что вы что-то затеваете. Мистер Пингвин, поймите меня правильно, как бы, суть в том, что, чтобы начать строить, нужно строительную компанию. Я обратился в одну такую тампонию экспресс, но они будут еще не скоро. Так что, пожалуйста, подождите еще пару деньков, недель, возможно. Через пару недель уже начнется глобальная стройка, я бы хотел к тому времени сразу же уже разобраться с этими сраными гаражами. Я, конечно же, могу продать тебе свои гаражи, да, но все-таки загвоздочка есть такая прям проблемища. А что, что такое, что за загвоздка, почему вы не можете прямо сейчас мне нормальный ответ дать? Ну, смотри, да, то есть где-то примерно 70% гаражей, они принадлежат, как бы, мне, ну, государству, государству, да, вот. А другие, они принадлежат частным людям, поэтому, как бы, у них есть свои владельцы. Я не знаю, как ты будешь с ними бороться. Ну, хорошо, хорошо, это, в принципе, не проблема, если вы мне дадите прямо сейчас весь список всех гаражей, которые вам не принадлежат. Я, в принципе, думаю, смогу пройти завтра уже по всем этим владельцам гаража, может предложить им свои какие-то условия, сделки дополнительные и их выкупить. Давайте же сейчас определимся, за сколько вы готовы продать мне все ваши гаражи, которые есть, в принципе, все перенести под мою, ну, мне, да, мне все гаражи хочу, вот, сколько это будет стоить. Не, ну, смотри, как бы, да, у нас в списке-то уже мы идем в новое будущее, понимаешь, у нас все в электронном виде, поэтому я, как бы, могу тебе список отправить по телефону? Ну, что, зря вкладываемся в свое развитие города, да, ты ж, видишь, город у нас процветает, прям лучше всех уже становится, да, боремся за районное место. Ну, а по поводу цены, кстати, как тебе насчет того, что там гаражи, рядом парк с ними, смотри, центральный парк, это очень большая территория. Ну, я думаю, полтора миллиона, нормально? Полтора миллиона за эти старые сраные гаражи, ты что прикалываешься? Я помню, или 15 за такой гараж мог стоить 10 тысяч, а ты сейчас говоришь, что за 20-30 таких гаражей, короче, полтора миллиона это много, даю лям. Тем более, я покупаю оптом, оптом должно быть дешевле лям за все гаражи, которые есть у тебя в воспоряжении. Как тебе такой вариант? Наплевал я на эти гаражи, ты понимаешь, факт в ценности земли. Там рядом парк, там рядом церковь, это вообще прям золотая жила, прикинь, выходит тебе из церкви и сразу к тебе, опа, и поймал ты их к себе в ловушечку. Насколько мне известно, церковь находится не прямо там, а в другой части города. То, мэр Пингвин, кого вы пытаетесь обвинуть, все, миллион рублей, да и прямо сейчас наликом вываливаю вам на стол, если вы, конечно же, согласны. Если же не согласны, тогда я ухожу, и никто больше у вас эти гаражи не укупит, может только лет через сто, уже у ваших внуков, и то и в два раза дешевле. Вот, блин, говнюк, я-то думал, ты приезжий и не знаешь даже расположения города. Ладно, ладно, хорошо, давай на лямчик, я уж соглашусь, так уж и быть. Ну тогда держите свои деньги, мы, мистер мэр Пингвин, в общем-то, мой юрист к вам завтра придет. Да-да-да-да-да-да-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вот, столько-столько, кажется, это должно хватить, даже чуть больше, это на всякие расходы. Ладненько, я пошел, увидимся с вами завтра, или послезавтра, или еще, когда мне понадобится какая-то земля в вашем городе. Хорошо, хорошо, счастливо, мой кожаный мешочек, что у тебя еще? Ой, придурок. О, что это, пингвин, написка. Так, ладненько, хорошо, посмотрим, что он мне там не скинул на телефон. Окей, вижу адреса этих людей. Ладно, сейчас уже вечереет, я смотрю, сегодня был тяжелый день, это Дед Кипер с своими приставами, еще и пингвин. Ладно, пойду посплю, а завтра займусь теми сраными гаражами. Ну и не надо не забыть про бомжей, все-таки я обещал им по 1000 рублей каждому. Там было 4 бомжа или 5, в принципе, разберемся. Теперь отправлюсь немножечко, посплю. Субтитры сделал DimaTorzok